Валентин Иванович Голубц, доктор биологических наук, кандидат технических наук. Основные оздоровительные процедуры. Оздоровительные процедуры предусматривают предупреждение заболеваний, то есть такие мероприятия, которые не позволяют болезням развиваться уже на начальной стадии. Хуже, если болезнь уже началась, тогда надо ее лечить и одновременно проводить, если она не запущена, и оздоровительные процедуры. Обычно это делают с помощью приборов, там, Дарсонваль, УВЧ, Акутест, МДМ-103 и тому подобное. Но все эти приборы имеют, по сравнению с прибором Хильдек-Ларк, который предусматривает полуволну, этот прибор оказался намного эффективнее, особенно в подавлении всяких инфекционных заболеваний. Сейчас, кроме этого, придумали прибор биопластик-генератор. Это прибор, опять построенный подобно Цепперу, но только с довольно-таки хитрыми особенностями. Они там меняют длительность периода исследования импульсов, как в Цеппере. И путем методов ТИКа и методов работы с пациентами, и потому, как они излечиваются, эти пациенты, они решили, что некоторые болезни очень эффективно лечатся. Почему? Потому что в этом генераторе фронт импульса составляет всего 0,3 микросекунды, то есть дает довольно широкий спектр импульсов. И такой прибор на эквивалентен антибиотику очень широкого спектра действия. Вот. Значит, я уже больше 10 лет работаю с генератором Хильды Кларк, но построенным на нашем старинном генераторе Г3-7А. Это такой большой гроб, поэтому его нельзя не перенести, даже передвигать очень сложно. Поэтому я давно решил, что пора сделать прибор на полуволну, но только в современных компактных условиях. Но я не могу сейчас, где слежка не включается, показать все эти приборы, так, но... Вот, например, этот генератор... Стриптококки, они наши главные враги, они посещают нас люди. И в ухо лезут, и в зубы, и в пальцы ног даже лезут. А этот еще грибок, который под ногтями разрастается, он тоже легко убивается с помощью этого генератора Хильды Кларк. Значит, и особенно эффективен он в отношении к токсоплазме. Значит, токсоплазма – это такой микроб, который... Ну, в общем, им заражены почти четверть москвичей. Если его вовремя не лечить, то обязательно начинается или кончается это заболевание или раком, или инсультом. Значит... И в то же время этот микроб токсоплазмой, его можно с помощью генератора Хильды Кларк, который я сделал, вот он здесь лежит, сейчас я вам покажу, подавить можно за несколько процедур, 5-10 процедур, и все, эти исчезнут. Ну, правда, они строят в разных частях организма такие капсулы, которые трудно пробивать. Если мы узнаем, где находится эта капсула ооцитов, образовалась, так, то можно сближением электродов их уничтожить. Вот, например, я долго искал, какой у меня червяк сидит, и анализы на пилостому, на трихинеллу давали отрицательные результаты, то есть их нету. А потом на токсоплазму решили проверить, и все, она оказалась есть, и вот здесь вот в голове сидит. Значит, я, в отличие от Хильдек Кларк, который обычно электроды ставят на руки, уже давно определил, что надо электроды ставить на больной участок места, если оно есть. Вот почки, печень, если ставишь на печень электроды, это получается намного эффективнее, чем просто на руки. Значит, ну вот посмотрим на этот прибор. Вот в тот раз я приносил, это был черный вариант, теперь сделал и другой, вот более современный, блестящий. Значит, тут что у нас имеется? Цепер, генератор, еще волны Шумана можно подавать. То есть, когда говорят, что давление изменилось, голова у кого-то болит, это, оказывается, волны Шумана, которые дают атмосферу. Если включить волны Шумана в противофазе к этой, то есть не 7 Гц, как обычно они дают, а 15 Гц, то вот это состояние атмосферы будет, так сказать, подавлено, и человек будет чувствовать себя. Герационально. Так, значит, но главное все-таки это генератор, генератор полуволны, вот, и тут, значит, водные электроды мы даем, ставим туда, где больное место, выдерживаем 3 минуты, или еще делаем паузы там 20 минут 2 раза, вот, и все, и это заболевание прекращается. А вы на себе пробовали, да? Ну, я 15 лет сижу на этом деле. Никак. То есть, ну, и соседи, и знакомых всем делают эти процедуры великолепно. И живем здорово. А кошки, собаки? Вопрос можно? Да. А потом эти заболевания возобновляются? Потом возобновляют. И эти заболевания потом возобновляются? Соблазма. Да, вот так соблазма, значит, она до конца не убивается, то есть где-то есть, в которой она сидит, и она через некоторое время при простуде может снова вылезти и начать бегать по организму. Значит, надо делать повторные процедуры. Вот, и все. А можно как-то попробовать? А эти процедуры, они намного дешевле, чем любые антибиотики. Вот. Просто включил, 3 минуты, потом пауза, 20 минут, еще 3 минуты, и все. А можно какую-то другую защиту сделать? Иммунитет, чтобы вырабатывать? А, на иммунитет? Да, чтобы так стабильно. Нет, на иммунитет эта штука, пожалуй, не действует. Не действует, да? Она просто действует на микробы. Это локальное решение. А иммунитет... Вот, и очень хорошо лечатся зубы. Значит, лечат зуб, болят, врачи говорят, надо рвать. А хорошие врачи, вот, например, в Эфиопии есть хороший зубной врач. Летчики наши туда летают, специально лечить зубы. Наши врачи говорят, рвать. А он говорит, рвать зубы нельзя, надо лечить. Ну, как он там, может, лечит у него свои методики, но вот этот лечит зубы великолепно. Сколько у вас ваших зубов? Просто вот так вот, выставляешь электроды на зуб, и он на другой день уже не болит. Все. Ваших зубов сколько у вас? Что? Ваших родных зубов, сколько у вас врачи? У меня? Да. Ну, они у меня болели раньше, когда этого генератора не было. Вот. Если бы... Не забывайте, ну, два. Если бы раньше променял... Так, все, все. У меня вообще болель не было. А так получается, что они уже до вреда накопили. Да, садитесь. Ну, да, ты сидел, ты крик. Ну, и все. Ну, и все.